Здравствуйте, на ТНТ События дня. Меня зовут Екатерина Шабалова и я расскажу вам о самых важных и интересных новостях областной столицы. Сегодня в выпуске. На финишную прямую вышли переговоры с инвестором, который достроит дома компании «Стройиндустрия». Телефонные мошенники выдают себя за сотрудников налоговой службы. Вологодских КВНщиков покажут на Первом канале. На финишную прямую вышли переговоры с инвестором, который достроит дома компании «Стройиндустрия». В его роли возможно выступит страховая компания «Респект». Об этом стало известно на встречах городских властей с дольщиками строительного предприятия «Стройиндустрия». Речь идет о том, чтобы инвестор достроил два дома, в которых участники долевого строительства приобрели более 350 квартир. Подробности далее. Мы с мужем вот здесь в конце 2015 года купили квартиру. И вот у нас мама решила к внуку поближе переехать, чтобы быть. И в конце 2016 года, получается, вот она купила в следующем доме квартиру. В застройщике Анна с супругом даже не сомневались. Их квартиру в доме на Гагарина 70 сдали в срок. Работы были выполнены качественно. Рассчитывали, что и с соседним домом «Стройиндустрии» на Гагарина 72 события будут развиваться аналогично. Но в январе строители на объекте перестали появляться. Застройщик поначалу пытался успокоить дольщиков. Уверял, что ведутся внутренние работы. Но в апреле стало известно, что стройка заморожена. И тут в Алакжане начали бить во все колокола. Мы написали сначала всем письма, чтобы взяли ситуацию под контроль. Но как бы осложнялось все тем, что мы еще не обмануты дольщики. И «Стройиндустрия» официально не простановила деятельность. Как раз после того, как мы написали в администрацию города, нас пригласил на встречу Сергей Варапанов. С тех пор власти и участники долевого строительства двух объектов подведомственных «Стройиндустрии» Гагарина 72 и Пугачева 48 встречаются в еженедельном режиме. Рабочую группу возглавил первый заместитель мэра Сергей Варапанов. Каждый раз власти рассказывают дольщикам о проделанной за неделю работе. На последней встрече стало известно, что переговоры с инвестором, который достроит два дома компаний «Стройиндустрия», вышли на финишную прямую. Предполагается, что в этой роли может выступить страховая компания «Респект». Мы находимся в финальной стадии переговоров. Страховая компания выставила несколько условий, которые мы сейчас пытаемся решить. Страховая компания сейчас рассматривает несколько застройщиков из Вологды, из Череповца на предмет финансовой устойчивости, на предмет наличия трудовых ресурсов, техники и так далее. То есть они хотят выбрать компанию, которая, безусловно, выполнит работы по достройке объектов. На такое решение и надеялись все эти месяцы более 350 дольщиков «Стройиндустрии». По закону, обманутыми они не считаются. Ведь ни по одному из домов сроки сдачи ещё не подошли. Но областные и городские власти сработали на опережение и вовремя вмешались в урегулирование отношений между застройщиком и волокжанами. И такой диалог дольщиков вполне устраивает. Сейчас очень много провокаций. В наш адрес поступают, провоцируют людей на необдуманное действие. Сейчас мы конструктивно работаем с администрацией. В одном русле, в одном направлении движемся. Я не хочу на улицу идти. Если меня в дверь пускают и отвечают на мои вопросы, я передаю эти ответы дольщикам. Мне кажется, это более правильный цивилизованный. Закрепить все договорённости, связанные с завершением строительства домов, стороны намерены с помощью меморандума. Предполагается, что это будет соглашение между правительством Вологодской области, администрацией Вологды, руководством стройиндустрии и новым инвестором. Каждая сторона в этом документе обозначит свои позиции, чтобы на этот раз участники долевого строительства, наконец, получили долгожданные ключи от квартир. Екатерина Шабалова, Михаил Протасов. События дня. Телефонные аферисты играют в налоговиков. О новом виде телефонного мошенничества предупреждает Федеральная налоговая служба. Жители нескольких регионов страны уже попались на удочку преступников. Как сообщается на сайте ведомства, мошенники обзванивают налогоплательщиков. И автоответчик сообщает, что у гражданина есть налоговая задолженность или отсутствует декларация о доходах. При этом говорится о штрафных санкциях. Сбитый с толку абонент пытается перезвонить на номер, который определился на табло. И в этот момент со счета списываются деньги. Подобные инциденты произошли с жителями нескольких регионов. Сами звонки от мошенников поступают в основном из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Республики Татарстан. Как поясняют налоговики, реальные сотрудники ведомства никогда не обзванивают налогоплательщиков в автоматическом режиме. Всю информацию ФНС предоставляет исключительно через официальный сайт и в операционных залах налоговых инспекций. Кроме того, проконсультироваться по налоговой задолженности можно по телефону, который вы сейчас видите на экране. Житель Коныши приехал в областную столицу, чтобы получить незаконный товар. Закладки с наркотиком мужчина обнаружил на улице Полярной в Вологде. Один сверток он нашел у подъезда жилого дома, второй – в кустах у соседнего здания. Забрав находки, сел в автомобиль и попытался уехать. Полицейские наблюдали за происходящим со стороны, а затем задержали гостя областной столицы. На место прибыли и сотрудники областного управления по наркоконтролю. 33-летнего молодого человека обыскали, найденные при нем свертки направили на экспертизу. Мужчин рассказал, что в Вологду из Коныши приехал на выходные. Наркотики заказал через интернет, оплатил их со своей банковской карты и получил СМС с адресом, где были спрятаны свертки. Криминалисты подтвердили, что в них содержится синтетический наркотик общей массой более 4 граммов. Сейчас полицейские устанавливают граждан, причастных к распространению запрещенных веществ. На жителя Коныши заведено уголовное дело за их незаконное приобретение и хранение в крупном размере. Мужчина может лишиться свободы на срок до 10 лет. В телеверсию фестиваля «Голосящий Кивин-2017» на Первом канале попали вологодские КВНщики. Команда «Приказ-390» Федеральная система исполнения наказаний приняла участие в галоконцерте музыкального фестиваля, который проходит в Светлогорске. Выступление артистов в погонах попало в телеверсию Первого канала. Напомним, в команде «Приказ-390» играют действующие сотрудники учреждений и курсанты образовательных организаций в СИН России из разных регионов страны, в том числе вологжане. КВНщики дебютировали на музыкальном фестивале, выдержали два просмотра, где отсеялись 8 команд и успешно добрались до финального концерта. В выступлениях в этот раз были задействованы все участники сборной, в том числе и курсант ВИПФ СИН России Сергей Ябушинов, а также сотрудница Вологодского воза Мария Полковникова. Предположительно, программа «Голосящий Кивин-2017» выйдет в эфир Первого канала уже в сентябре. Далее короткая реклама. Смотрите сразу после нее. Более 600 детей в областной столице этим летом заработали свои первые деньги. Батутные комплексы в Вологде проверяют на безопасность. Это событие дня на ТНТ. Продолжаем выпуск. 613 рабочих мест создано в этом году для несовершеннолетних вологжан. Школьники занимаются благоустройством, мелким ремонтом, работают с бумагами. Городские власти проверили, какие условия созданы для ребят и как проходят их рабочие дни. Подробности у Алены Закатаевой. Вот так начинается рабочий день десятиклассницы Полины. Этим летом она работает на почте. С утра разносит письма, днем сортирует их и вносит в базу. Я не скажу, что это очень сложно. Письма разносить это легко. Это больше ответственности в том, как их надо записывать, их надо возвращать. Всего в городских почтовых отделениях работает 20 студентов и школьников. Работа нравится. И пользу приносишь, и деньги зарабатываешь. Рассказывают мэру Вологда и Андрею Травникову. Он инспектирует предприятия, которые этим летом трудоустроили подростков. Важно, чтобы не просто предоставили место, но научили работать. Мы же им прикрепляем наставников. Сначала показываем доставочный участок. Мы их не просто по городу, там по территории отправляем. Возначаем территорию, по которой будет доставка. Она ходила по второму участку, да, Полина? Сначала по второму участку. К ней был прикреплен наставник. Показывала, какие там, как ходить, как положено доставлять. Всего в этом году рабочие места для подростков созданы в 17 организациях областной столицы. Среди них и предприятие «Славянский хлеб». Здесь четверо школьников в основном занимаются благоустройством. Ничего сложного нет. Неполный рабочий день. Ну, все устраивает с 8 до часу, там с пятницы до 12. Какую работу выполняете? Выполняем работу, если когда хорошая погода, то мы там мусор где-нибудь уберем, цветы прополем, обстрижем. А когда погода плохая, например, дождик на улице, то попросят там пыль обтереть на стенах. Трудоустройство школьников – это, конечно, в первую очередь социальная ответственность. И бизнес это признает. К тому же, на период отпусков – это большая подмога для предприятий, а еще своего рода профориентация. В первую, конечно, очередь – это мы видим воспитательный процесс, то есть это будущий потенциал предприятия. Не секрет, что для хлебопекарной отрасли кадровый голод существует, особенно в нашей области, потому что никаких учебных заведений нет, которые готовили бы профильных, квалифицированных рабочих. А здесь, я вижу, все равно наш потенциал – 5-10 лет, и ребята могут вернуться сюда. Всего в этом году для школьников Вологды создано свыше 600 рабочих мест, на 40 больше, чем в прошлом году. Финансируют эту летнюю трудовую кампанию и областной и городской бюджеты. Активно подключился и бизнес. В этом году очень активно откликнулись предприятия, финансово поучаствовав в создании рабочих мест на базе общеобразовательных учреждений. В этом году было выделено средства на создание таких мест и, соответственно, выплаты дополнительной заработной платы в два раза больше, чем в прошлом году. Мы от 19 предприятий получили финансовую помощь в объеме 660 тысяч рублей. Проводит трудовое лето с пользой и городская молодежь. Полторы тысячи студентов нашли работу в стройотрядах – на предприятиях, в организациях Вологды, на благоустройстве города. И, кстати, представители бизнеса областной столицы уже заявили, что рады такой помощи и готовы и в следующем году создавать места для молодежи и подростков. Алена Заготаева, Максим Ташковец. События дня. Прокуратура признала небезопасным батут в парке Евковка в Вологде. Сотрудники надзорного органа обнаружили несоблюдение требований ГОСТов при размещении аттракциона «Кенгуру». Проверку сейчас проходят и другие батутные комплексы в областной столице. Сегодня комиссия побывала в парке ветеранов. На летних аттракционах преимущественно работают студенты. Работник обязан знать условия эксплуатации, правила безопасности и предупредить ребенка о том, что запрещено делать на батуте. А перед началом работы проверить надежность всех креплений устройства. Чтобы исключить вероятность возникновения несчастных случаев, сотрудники администрации города совместно с прокуратурой проводят проверку качества надувных и спортивных батутов. Сегодня рейд прошел в парке ветеранов. К инспекции присоединились сотрудники МЧС Роспотребнадзора «Волгда Энерго». На каждый вид батутов и аттракционов существуют свои ГОСТы, в соответствии к которым и проверяет комиссия. Так, на днях городская прокуратура выявила нарушение при размещении аттракциона «Кенгуру» в парке Евковка. В ходе проверки были обнаружены несоблюдения требований ГОСТов. Как пояснили в прокуратуре Вологды, предприниматели не смогли предоставить комиссии ряд важнейших документов. Разрешение на эксплуатацию, акт приемки сдачи аттракциона, документы, подтверждающие проведение проверки администраторам работоспособности аттракциона. На момент проверки на площадке не было ни механика, ни электрика, закрепленных за аттракционом. Кроме того, на площадке батутного комплекса нет ограждения, что также не отвечает требованиям безопасности. На этом у меня все. С вами была Екатерина Шабалова. Смотрите события дня на ТНТ. До новых встреч! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА